Продолжаем знакомство с Powerpoint. Сегодня второй урок. Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Во-первых, по результатам скромного голосования в комментариях я переустановился. Во-вторых, нет. Нам не платит Microsoft и мы не мимикрируем. К сожалению для меня продуктами Microsoft пользуется 70 процентов народонаселения. Это я отвечаю комментаторам первого ролика. Вообще комментарий забавное спасибо. Я установил офис 2016 года. Кстати, у нас по программе теплодиджитал есть серьезная скидка на офис для НКО. Имейте в виду, ссылка в описании. Не буду рассказывать, что изменилось по сравнению с 2007. Мне кажется, не особо много. Но отдельные дополнительные приятности, конечно, есть. Сейчас восстановлю примерно то, что было в той презентации и вернемся к показу слайдов. Сегодня расскажу об этом поподробнее. Сохраним для начала. Итак. Я говорил, что если у вас два монитора, то сохранение в качестве презентации выгоднее. И уже потом подумал, конечно, у вас два монитора. Сложно представить себе мероприятие, где вы показываете презентацию с экрана компьютера. Тут есть такая штука – режим докладчика. Выбор мониторов можно оставлять автоматически. Итак. Запускаем презентацию сначала и видим вот такой приятный экран. Нам показывают текущий слайд, следующий, заметки и еще ряд каких-то кнопок. В этот момент на втором мониторе, который в большинстве случаев является проектором, показывается первый слайд во весь экран. Вот так это выглядит на втором мониторе. И также вы можете поменять отображение презентации рабочего окна, если мониторы неправильно определились. Наоборот. Что у нас тут есть? У нас есть маркер. Вы можете рисовать прямо в процессе презентации. Есть заметки. Сейчас про них расскажу. По слайдам вы прыгаете либо этими стрелочками, либо стрелочками с клавиатурой, либо пробелом. Очень удобная кнопка содержания презентации. Чтобы не искать нужный слайд, можно его здесь выбрать. Здесь все слайды вашей презентации. Не менее удобная функция — лупы. Выбираете сегмент, он увеличивается, в том числе на экране презентации, то есть для всех. Можно включить черный экран, чтобы зрители не отвлекались на презентацию, если вы планируете устроить перформанс на сцене. Ну и, собственно, все. Выходите из презентации либо через завершить слайд-шоу, либо просто закрыв ее. Он предлагает сохранить все, что вы понаписали маркер. Можно этого не делать. Удобно? Конечно. Теперь разберемся с заметками. По умолчанию они скрыты. Разворачиваем и оставляем заметку для себя. Это прямо совсем удобно. Можно оставлять себе конспект для каждого слайда. Заметки, соответственно, никто кроме вас не увидит. Еще удобная функция скрыть слайд. В какой-то аудитории, например, можно показывать не все слайды, если у вас типовая презентация. Скажем 18+. Ну и чтобы случайно не выскочило, все пограничные слайды вы скрываете. Третьего слайда, видите, как будто просто нет. Вот он зачеркнут. Причем, если сделать вот так, то слайд все-таки отобразится. Имейте это в виду. Ну и тут же мы можем его заново открыть для другой аудитории. Теперь вот это. Это тоже очень полезно, хотя с развитием сервисов для видеоконференций с возможностью демонстрации экрана, возможно, уже не так актуально. Можно показывать презентацию онлайн, используя сервера Microsoft. Для этого нужно зайти в свой аккаунт Microsoft. Используйте, кстати, двухфакторную аутентификацию на всех чувствительных аккаунтах. И PowerPoint предоставит вам ссылку на показ презентации, который можно отправить любым удобным способом. Презентация происходит онлайн. Пока вы не нажмете начать показ, у зрителей будет надпись, что ждем начало. И дальше все ваши действия по смене слайдов будут повторяться у зрителей, ну естественно с небольшой задержкой. К сожалению такого вида отображения, как я не искал, я не смог настроить при показе онлайн. Сейчас у меня просто стоит два монитора. И соответственно на этом вид докладчика. Просто при трансляции через интернет вид докладчика у себя сделать мне не удалось. Ну и имейте в виду, что презентация продолжает демонстрироваться, пока вы не нажмете здесь на завершить презентацию. Ну и на этом в общих чертах все с показом слайдов. В следующем видео мы поговорим о дизайне. Действительно, шестнадцатый год и дальше это уже не просто инструмент для работы с текстом и немножечко про вставить картинки, а такой средней руки графический редактор с элементами анимации. Ну то есть есть о чем рассказать. Опять же возвращаясь к комментариям, действительно у PowerPoint есть альтернативы. Это и LibreOffice. Я, например, использую либо презентации в Google, либо вообще Canva. Но мы стараемся в первую очередь разогнать некоммерческий сектор. А они чаще всего сидят на продуктах Microsoft. Так что продолжение следует. Не стреляйте в пианиста, он играет как может. И любите друг друга. Пeme. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Програм Hij Roger. Берук.